Английский юрист и письменник Найджел Робертс презентовал у Гомелича четвертое выдание своего туристического доведника по Беларуси. В первую очередь англичанин приехал в нашу страну в 2001 году. С тех часов успел побывать в Беларуси больше, чем 30 разов. Свой первый доведник он выпустил 10 лет тому. Это была первая туристическая книга про Беларусь на английском языке и тираж худко разошелся сяруча Тачоу. Зараз Найджел Робертс бачит свою миссию тем, как побудовать мост помеж туристами с Заходу и нашей краиной. Четвертый доведник вышел тиражом 4000 экземпляров. Это не просто сборник славутости в Беларуси, худший, широе авторское оповедание про краину, встреча с ею жихарами и интересные события. В книгу вошли и описание новых мест. Так, в минулом году автор здесь не у тур по Полессе, организованы Управлением спорту и туризму Гомельского Аблвыконкама. В прошлом году я приехал в поисках материала для новой книги. Я был в Полесье, посетил Туров и Мозель. Это те места, где я раньше не был, и я включил информацию о них в новую книгу. Знаете, я постоянно удивляюсь, что даже после 17 лет постоянных поездок в Беларусь я до сих пор нахожу что-то новое. О чем нужно рассказать? На прошлой неделе я был в Светлогорске, мои коллеги сказали «Найджел, ты знаешь, что такое Красный берег?» Нет, никогда не слышал. Мне рассказали об ужасных вещах, которые там происходили. Мне очень стыдно, что Красный берег не вошел в четвертое издание. Но он обязательно будет в новой пятой книге. Письменник высоко оценивает туристичный потенциал нашей краины и витая увядение 30-ти дзенного безвизового режима для замешанных гостей.